МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Мы таксодербисты, чучельки Крайевского музея. Изготавливаем чучела для экспозиции. Старый метод демонстрируем. Берем стружки упаковочные, сворачиваем их, сжимаем и стягиваем шпагатом. Стягиваем, стягиваем по размеру тушки, которая была снята с птички. Скрутили, и потом у нас получается вот такая тушка. Потом вставляется проволока, накручивается схватый шея. Это все дезинфицируется, обрабатывается. Потом берется обработанная шкурка птицы, натягивается на каркас. Ну и потом устраиваются крылья, ноги и формуется на подставке. И в конце концов получается вот такая птица. Птица эта была изготовлена основателем музея Остерманом. Вот эта другая в 1912 году была изготовлена. И вот она сохранилась до этого времени. Мы поддерживаем их от родителей, дезинфицируем, обрабатываем. И вот так вот наша деятельность таксидермической и мастерской. Мы делаем не так много чучел, но у нас есть, как вы уже показали, старый способ изготовления чучел и современные чучела. То есть раньше это были чучелятники, сейчас таксидермисты. Таксидермисты делают что? Работают с пенопластом. То есть сначала берется птица, она освобождается от мяса. Вот на примере фазана мы вам покажем сегодня. Мясо с нее уже изъято. Все. Значит что? После этого, как сняли мясо, она просаливается. Просаливается и лежит в холодном месте, то есть в холодильнике, в течение 3-4 дней. После этого она опять достается и мздрится. То есть убирается все остатки мяса, жира, очищаются все перьевые окончания, лапки, все это. Потом эта тушка стирается. Стирается она в обыкновенном порошке. После того, как вы изъяли мясо, изготавливается лекало с этой тушки. Фаз, профиль. Это лекало наносится на пенопласт. С этого пенопласта вырезается объемная тушка. Это одевается на эту тушку. Фиксируются крылья, лапы. Все. И, ну, сейчас мы не будем это делать. То есть это долгий процесс. Это нужно 2-3 дня. Но после этого получается вот приблизительно вот такая вот птичка, которая сидит на веточке. Или в полете можно сделать, как вам угодно. Глаза, значит, здесь идут искусственные, изготовленные из стекла. Мы глаза заказываем или в Питере, или в Москве. У нас никто не делает. Сами мы делаем глаза, но желательно, чтобы они были лучше. Поэтому мы заказываем. Вот на данной птице стоят стеклянные глаза немецкого изготовления. Вот эта тушка, она не определяет мышечное расположение всех вот этих, как вот, например, здесь вот выражены ноги уже, вот выражены плечевые суставные, выражена грудь. А там, ну, просто болванка и все. Она не формирует птицу, она просто вот объемно делается и все. Это просто изготовление чучела. Это мертвые позы. А таксидермия предполагает сейчас на данный момент динамику, то есть художественные работы. Они выполняются могут, например, вот как косуля поставили, да, ну, это, ну, стоит, ну, она и стоит. А ее можно сделать в динамике. Она выпрыгивает, на нее нападает волк, например. Понимаете, делаются такие композиции, богатые. Для изготовления крупных животных и мелких берется, вспоминается кожа животного, вываривается череп, полностью еще вычищается, шкура дубится, вываренный череп кипсуется, потом обмазывается покровочным материалом и хорбируется голова, одевается сверху кожа и получается чучело зверя. Здесь тоже за основу берется череп. Вот на примере медведя, голова медведя. За основу берется череп, наносится на него пена. Это муляж. Это, вот это, по этой форме делается форма. Именно уже с нишами для глаз вырезается здесь. Но форма делается вот такого плана, вот как вот вы видите, вот грудь сделана оленя и муфлона. Современная технология предполагает то, что внутри ничего нету, ни костей, только остается вот эта натуральная шкура выделанная и перо обработанное. Все. Раньше не было химии, как сильно развита. Работали с натуральной обработкой, то есть шалфеем, лавандой, какими-то сильно пахнущими средствами для того, чтобы не заводились паразиты. Сейчас таксидермия предполагает уже обработку с мышьяком, с цианитами, с дустом. Ну, в основном у нас идет формалин, душистые растительные сиропы. До этого времени таксидермия приравнивалась к горячим цехам. На пенсию уходили в 45 лет. Это сейчас уже как бы считаешь, она не востребована эта работа, и человек может вечно работать. За вредность нам платят, там доплачивают какую-то сумму денежки, чуть-чуть, ну, как бы на молоко. Раньше давали молоко, сейчас доплачивают. Пока здоровье так, тву-тву-тву, как тот говорит, не дождетесь, стараемся. Ну, красное молдавское вино, выводят эти токсины из организма. Я в музей поступил в 66-м году. Проработал я в музее 50 с лишним лет. До этого, как я поступил в музей, я был учеником. Еще в 67-м году была всесоюзная стажировка таксидермистов в Москве. В Молдавии послали меня, из других республик. Там я прошел в стажировку в Дарвинском музее, в Тибирязевском музее, в МГУ. И вот так потихонечку-потихонечку стал сам мастером. А сейчас у вас есть ученики? Ученики были, но с повышенной такой зарплатой они не держатся. Министерство культуры бедное, министерство было и осталось. Так что, кому передать, еще неизвестно. Этой профессии я обучил сына своего. Он сейчас работает в обществе охотников и рыболов. Он охотовед, но занимается этой токсидерами. Он изготавливает только животных. На всю Молдову сейчас на данный момент три специалиста. Мы уйдем. Ну, еще младший, может быть, будет там кого-то, что-то где-то. Но не знаю. Я считаю, что нужно для поддержания даже хотя бы вот этого музея. Должен быть человек, который разбирается в этом. Даже работники музея обращаются ко мне с определителями, что за птичка, какая птичка, где она обитает. Ну, нету этих специалистов. Профессия, профессия как такова, она, конечно, не умрет до конца. Потому что Россия. Шикарные там мастера. Белоруссия. Шикарные. Америка. Супер. Ну, просто нашим придется обращаться, чтобы кто-то им сделал, везти туда. Потому что на данный момент пока еще везут и с России к нам. Румыны везут нам. Израиль везет нам. Страны, где вообще запрещена токсидермия. В Италии, например, они тоже обращаются к нам. Большинство, это уже птица битая приходит. Зверь, птица. Ну, бывает, от мороза замерзают. Машины сбивают. Трупы уже готовы. Не убиваем их. Каждый себе режет курей. Только не так чучело, а на суп, на борщ, на котлеты. Поэтому это все естественно. Мы же не убиваем, нам не суд. Охотники добывают, дичь приносят. Он хочет запечатлеть, например, последний выстрел. Как приходят некоторые, говорят, вот я ее стрельнул, она вот так вот красиво. Вот так вот я и должен сделать ему. Так красиво. После окончания реставрации каждый объект перед сдачей в хранилище вот так фотографируется здесь и потом передается в архив. Вот так вот. Это выпьев? Да. Большая. Правильно. Значит, третья. Выпьев, это третья. Все. Все. Да, теперь можем идти в музей. Вовнутрь. Нет, тебе все, спасибо. Проходим, это красная комната. Это как бы гордость музея. Здесь собраны все птицы, хищные, ну и не хищные есть, но это именно остермановские все работы. Эта птица изготовлена почти что по сто лет, им даже больше. И половина из них это уже исчезнувшие виды. Но не все, конечно. Кое-что еще у нас присутствует в природе, но в основном это красная книга Молдова. Вот сразу начнем. Это филины. За сколько лет я охочусь, езжу по лесам, по полям, я их уже не встречал. Это уже 30 лет с лишним. Рысь у нас тоже была когда-то в Молдове. Она тоже исчезла. Это пардарок уже с России привезли. Глухаря у нас нету, Тетерева у нас нету, Грифа у нас нету. Ну, в музее есть. В музее есть, да, пока что. Вот мы за ними так тщательно, да, мы их тщательно оберегаем, обрабатываем, чистим. Особенно после этих ночей музея здесь кошмар, что творится в этой комнате, потому что здесь вот толпа идет, идет, эта пыль вся поднимает, все это садится. Ну, вытешек нету, дышим. Ну, короче, чуть-чуть не очень условия для этого хранения именно этой птицы. Это центральный зал по таксидермии, как бы, изготовление чего-то, это все практически здесь, все Стермановское. Вот эти панно, их никто уже так не делает. Делают композиции, все, но это именно вот художественная таксидермия считается. Вот, и здесь начинается по зонам, это степь. Это все птицы, которые питают у нас в степной зоне, то есть даже те суслики, хомячки, которые внизу, все это сделано, вот, исполнена трава, это сушка, это уже утеряно, у нас никто не сушит так это растение. Это мы вскрываем раз в год, наверное, эти витрины, для того, чтобы почистить, обработать, но смотрятся они до сих пор эффектно. Значит, это промежуточная зона, и вот это вот все, все, что у нас обитает на данный момент. Фазаны, все птицы, виды птицы, голуби, совы, вороны, аисты, практически это все птицы, которые у нас миграционные. Единственное аборигенные, это фазан, куропатка, вот, и эти хищники мелкие. Вот это куница, это именно лесная куница, потому что она с белой грудкой, вот видите, а есть еще степная куница, у нее рыжая грудь, каменная называется вообще она. И здесь уже у нас лесная зона. Что у нас здесь? Это косуля, барсук, волк, леса, кабан, ну естественно птицы. Наверное, это самые популярные экспоненты, нет? Ну да, в принципе дети им зубы выдергивают. Они постоянно почему-то нравятся им языки и клыки. Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, которые, по-настоящему, которые, по-настоящему, которые, по-настоящему, субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, и мы, по-настоящему, мы видим, что мы видим, и самые маленькие, и самые большие, и мы остаемся впечатляемыми. Это плавневая зона, она богата на дичи у нас, там водятся и змеи, и водяные крысы, и андатры, но в основном это птица. Цапли, чайки, утки, гуси есть, но не так много. Есть что, есть что у нас еще в Молдове, есть что посмотреть, есть что сохранить, есть что делать. Все.